Ял, у нас снова сериал. Айдол, или еще его можно отыскать по запросу кумир сериал. Данный проект я считаю достаточно громким, чтобы проходить мимо. Загибаем пальцы. Уикенд, кстати, первая его большая роль. Лили Роуз Депп, и да, фамилия верно подсказывает причастность к Джонни. Создатели эйфории, думаю, для кого-то это может стать большим фактором. И, конечно же, закулисная жизнь поп-музыкантов. Вы на канале 320 Дед, и мы начинаем. Сериал Айдол вышел на HBO и на данный момент является первым хитом лета. На него, кстати, создатели делают большие ставки. Но после показа на Каннском кинофестивале сериал просто разнесли в пух и прах. Оценки на превью служат тому доказательством. Ругают данный проект за слабую режиссуру, унылую мишуру, скучное повествование и убогие характеры. Мое мнение выходит пока неоднозначным. Погнали объяснюсь. Кстати, я вновь поделил ролик на блоке. И выглядят они так. О чем сериал? Идея сериала? Плюсы? Минусы? Вердикт? Айдол повествует об известной звезде по имени Джослин. Она недавно пережила смерть своей матери и долгую психическую реабилитацию после. Нам этого не показывают, но все об этом сразу же начинают говорить. Скоро у Джослин и ее команды большая работа. Даже, можно сказать, долгожданное возвращение звезды. Выход нового альбома, песни которого ей вообще не нравятся, съемки клипов, фотосессии и маркетинговые кампании. Но все начинает подвергаться краху, когда в сеть выкладывают непристойную фотографию Джослин с чьей-то кончой на лице. Команда звезды начинает разбирательство, а тем временем сама Джослин гуляет и пытается отрываться. Так, она знакомится с хозяином клуба, которого сыграл Уикенд. И между ними завязываются тесные отношения. И как гласит анонс, он также является и лидером какого-то культа. Данный сериал с первых минут погружает в быт и мир шоу-бизнеса. Настолько, что для фотосессии есть определенный допустимый процент обнаженности. А любой недостаток звезды продается как что-то модное, современное и достойное. И этот мир, судя по первой серии, показан нам с разных сторон. С одной, звезда Джослин со своими внутренними проблемами, а с другой ее команда. Где ранимая Джослин объект интереса всех и вся, а другие своего рода звери, готовые всячески выиграть на ее популярности. Но глубина всего в том, что команда Джослин решает и пытается выбрать верный и правильный путь для юной звезды. Они знают, что ей и как надо. Но с самых первых минут серии мы видим тревожное непринятие и некую еще не поднявшуюся борьбу со стороны Джослин. И персонаж Уикенда, на мой взгляд, врывается в жизнь звезды, дабы зажечь в ней пламя страсти и бунта. Самый большой плюс картины, это ее техническая часть. Над Айдолом работала та же самая команда, что и в Эйфории. Картинка, операторская, музыка, все очень качественно и профессионально исполнено. Второй плюс, как по мне, это Лили Роуз Депп. Я видел очень мало проектов в ее исполнении, а если и видел, то это были эпизодические, ничем не примечательные роли. А здесь даже с первых минут серии можно увидеть хороший потенциал актрисы, как и в плане отыгрыша, так и в визуальном. И да, мужскому полу тут явно будет на что посмотреть. Сексуальность Лили Роуз будет с нами постоянно, почти в каждой сцене. Главное, что это работает, естественно, для каждого по-разному в зависимости от вкусов и предпочтений. Но факт в том, что данная актриса вытаскивает и тащит на себе всю серию. Но есть в этом и минус. Далеко на одном личике не проедешь. Нужны интересные истории и глубокие персонажи. Нужны весомые причины, чтобы смотреть данный сериал. На данный момент по первой серии я не вижу чего-то страшного. Имею в виду, минусы, которые я здесь назову, могут измениться даже в плюс. Так как они могут быть просто недополненными. Первое, чего мне не хватило, это динамики в сюжете. Серия очень долго двигается. Да, знакомит нас с персонажами, их тут немало. Явно показывает конфликты, мотивации героев. Но как-то все просто. Да, понятно, спасибо, но без доли интереса. Кому-то это может показаться очень скучным, я уверен. Второе, отсутствие эффекта пилотной серии. На мой взгляд, первая серия должна давать такой старт, чтобы ты после черного экрана желал сразу же узнать, что будет дальше. А здесь как-то все на полусловии. Ощущение, что серия должна была длиться дольше. Но это сказалось бы на удержании. Как бы 54 минуты. Но опять же, повествование понятно. И можно сказать, что в конце в героине зажегся тот самый огонь бунта. Но все же, где-то самая угроза о лидере культа, который во всех анонсах продают как что-то страшное во второй серии? Да, после такой первой многие не узнают про это. Третье, это Уикенд. Или, как здесь, Эйбл Тесфайе. Кто не знал, это настоящее имя Уикенда. Его актерская игра и наличие в данном проекте я ставлю под сомнение. Очень поверхностно исполненный и ничем не влиятельный персонаж. Опять же, повторюсь, мнение только по первой серии. Я не отрицаю того факта, что вдруг внезапно во второй серии он выдаст просто гениальный перформанс и он будет сниться мне по ночам. Четвертое, это деструктивные посылы сериала. В принципе, то же самое, что делала и Эйфория, из-за чего я дропнул просмотр. Но здесь они пока не так активно работают. И во всем этом на самом деле у каждого свои реакции. Кто-то уже сформирован и выкупает все эти моменты. А кто-то из-за какой-то романтики может повестись на всю эту грязь. Есть на данный момент мелкие вбросы. Например, есть Транс, который работает на журнал. Уверен, дальше будет больше. Употребление алкоголя, наркотиков, что есть практически в любых фильмах. Похоть, кто тут не безгрешен. Но это все на данный момент, я считаю, выполняет роль Бутафории. И я предполагаю, что если данный реквизит начнет играть роль в мотивации к бунтарству и освобождению личности, то с этим сериалом нам будет не по пути. Сериал Айдол уже раскритикованный всеми, повсюду. Даже мной, но как-то все равно у меня это не сильно агрессивно получилось. Пока что первая серия. Будем смотреть дальше. На данный момент я не вижу чего-то прям критично страшного для себя. Да, у меня вышло мало плюсов, но и минусы выше не такие уж некоторые минусы. Вроде бы все понятно, в принципе интересное развитие главной героини, а особенно ее психологическая часть. Не менее интересная внутрянка шоу-бизнеса. Но пока что это все у меня на уровне любопытства. Нет супер положительных чувств, но и плеваться от увиденного я тоже не хочу. Средняя психологическая драма. В общем, хочу, чтобы вы глянули первую серию и выложили свое мнение. А если уже посмотрели, то я думаю, ваше мнение будет как раз таки кстати. Ну а мой ролик подошел к концу. Вы были на канале 320 Дед. Всего хорошего и до скорых встреч.